Ставка рефинансирования в Беларуси с этого дня снижается с 8 до 7,75%. Четверть пункта потеряют также ставки по кредиту и депозиту овернайт. Изменения продлятся как минимум до августа. Очередное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на конец лета. Также сегодня повышаются трудовые пенсии. Изменения по указу президента предусматривает перерасчет всех категорий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца. Размер увеличения пособия у каждого будет индивидуален. Он зависит от стажа и зарплаты до выхода на пенсию. С 1 июля снижается стоимость шенгенских виз для беларусов. Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима 27 мая. В соответствии с документом, стоимость короткосрочных шенгенских виз для граждан Беларуси с этого дня составляет 35 евро. Также сокращается список документов, которые необходимо подавать при обращении за визами. С 1 июля в Беларуси вступают в силу изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, прибывшие в Беларусь на срок до 10 суток освобождаются от регистрации в Министерстве внутренних дел. Расширен перечень оснований для разрешения на временное и постоянное проживание иностранцев. Также с сегодняшнего дня Совет Министров отменяет введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков. Напомним, они должны были проезжать только по определенным дорогам, были определены места для стоянок.